Всем привет! Добро пожаловать в Болгарию! Друзья мои, сегодня предлагаю вместе со мной прогуляться по городу Бургас. А во время прогулки, как обычно водится, давайте поговорим на разные темы. И как видите, мы с вами уже в городе Бургас. Хочется поговорить, естественно, на какие-то жизненные темы, а не о политике, о каких-то происшествиях на границах, еще о чем-то. И знаете, хочу поделиться с вами просто самой радостной новостью, которая меня окрылила, осчастливила, потому что 15 дней я была, честно, несчастной матерью. Моя дочка заболела вот этой самой модной болезнью. И два теста были положительными, и я так переживала. И каждое утро просыпалась просто в каком-то, я не знаю, в таком раздрайве. Я так переживала, как вот это все будет. И вот, наконец, вчера тест оказался отрицательным. Вы не представляете, моему счастью просто нет преград. Я надеюсь, что вы, ваши родные и близкие, все здоровы. И желаю вам только здоровья вот в это непростое время. В одном из своих видео я рассказывала так коротенько вам о том, что к Райнеру должен приехать знакомый, с которым они не виделись 30 лет. Едет он для того, чтобы посмотреть, как живется в Болгарии, и с целью дальнейшего переезда. Что меня удивило, это то, что вот насколько не понравилось человеку Болгария. Вот вы знаете, бывает и так. И буквально, видимо, не понравилось с первых дней. Я не знаю, какие страны видел этот человек, да, что и как. Но вот получилось, что он, да, не получил то ожидаемое. Возможно, ту картинку не получил, которую он себе нарисовал. Поэтому, видите, Болгария тоже не всем приходится, да, по каким-то, не знаю, по каким соображениям. Он нам ничего не сказал, не раскрыл этого секрета, что ему не понравилось. Почему так с первого дня не заладилось у него с этой страной? Может быть, он приедет ещё раз, не знаю. Мы бронировали для него дом, ну, с целью его дальнейшего проживания, но он даже не пошёл его смотреть. В общем, мы так немножко ошарашены, потому что всё-таки мы питаем очень тёплые чувства к этой стране и, наверное, думаем, что у всех так. Но вот, оказывается, так получается не у всех. Планировал этот человек пробыть в Болгарии неделю. Пробыл он всего три дня. Ну, вот как-то за три дня успел определиться. Это гражданин Германии. Вообще я заметила, что вот немцы очень хорошо ориентируются в пространстве, в плане вот именно жизни. Вот мой муж, у него такой опыт, ну, может быть, потому что он по многу лет где-то работал в каких-то странах. Вот он как-то сразу очень понимает, что надо посмотреть, где на что надо внимание обратить и сразу очень как-то вот понимает. Вот здесь вот да, так его устраивает, а вот здесь он бы хотел, чтобы было по-другому. Может быть, этот человек тоже такой опытный. Не знаю. В общем, ещё раз повторюсь, мы очень удивлены. Что ещё хочу вам рассказать? Допустим, как действуют вот эти новые методы борьбы, которые пришли к нам в Болгарию с 4 ноября. Значит, говорила я о них в своём видеоролике. Говорила о том, что молы не будут работать, и большие магазины тоже не будут работать. Ну, то ли я не так посмотрела, то ли так быстро меняются какие-то правила, принимаются какие-то другие решения. В общем, ну вот сейчас большие магазины работают. Рядом с молом стоит палатка, в которую вы можете подойти, заполнив там декларацию, сделать быстрый тест. Цена его 10 лев, и 48 часов этот тест действует. Вы можете 2 дня наслаждаться шопингом. Если вы хотите сэкономить, не хотите, значит, платить 10 лев, но вам, допустим, нужны какие-то строительные материалы, вы подходите к магазину, там, допустим, с другой стороны от входа стоит менеджер, которому вы можете сказать, да, что вы хотите купить, и вам вынесут, вы оплатите, и можете забрать товар. Вот таким образом сейчас идет торговля. Те, у кого есть сертификат зеленый или там, значит, сертификат вакцинации, при входе в торговую точку у вас проверяют, помимо сертификата, вы еще предъявляете, да, свой документ, подтверждающий вашу личность. Народа, как видите, в городе немного, и, слушайте, выйдя на эту площадь, были так удивлены, оказывается, вот это вот кафе, ну, наверное, кто бывал в Бургас, знаете, да, оно каждый год работает, и до глубокой осени, и часто мы там пили капучино, и вот сейчас камера покажет вам, оказывается, это кафе сгорело. Мы смотрели и пришли к выводу, что там, конечно, были газовые фляги, вот эти стояли, обогреватели газовые. В чем дело, в интернете я не искала, что случилось, но вот произошел такой случай, неприятный с этим кафе. И немножко вам звуков города подкину. Понравилось видео? Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, и до скорой встречи. Пока-пока!